добрый день уважаемые коллеги и друзья рад вас приветствовать надеюсь меня слышно и конечно поздравляю вас со всеми прошедшими праздниками ногу у нас было и первомай и день победы и пасха мы все отдыхали и конечно очень благодарен вам что начинаете рабочую неделю с нашей лекции сегодняшней но она у нас не первая можно сказать одна из итоговых по этой тематике философии искусственного интеллекта хочу начать ее с нескольких пытатка под гидой который пройдет сегодняшнее рассуждение конечно владимир иванович вернадского человечество взятое в целом становится мощной геологической силой и перед ним перед его мыслью и трудом ставится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого это новое состояние биосферы которого мы стремимся не замечая этого приближаемся и есть но сфера вот подчеркнул бы здесь слово геологической силы мы к этому вернемся и второе более так сказать прямо описывающий концепт в русле которого эта идея развивается академика моисеева под ноосферой понимается такое состояние биосферы и общество в котором реализован принцип коэволюции при этом обществе способны не только регламентировать свои действия но и стать управляющей под системой биосферы направлен направляющей развитие общества так чтобы оно содействовало развитию биосферы в целом вот да я сказал что наша встреча здесь далеко не первая думаю и слушатели более-менее наверно сформировались постоянный костяк и по сути дела образовался некий курс у меня так которую можно было обозначить может ли искусственный интеллект мысль то есть философские основания искусственного интеллекта абсолютно не практико ориентированный курс направлен на то чтобы и понять с чем мы имеем дело и искать философские обоснования особенно сегодня как раз эта тема будет в центре внимания и вот я перечислил примерно аспекты по и вебинары по которым развивалась моя мысль начиная от понятия искусственного интеллекта и попытки увидеть иной фокус нежели тот который нам транслируется как мейнстрим их накратными так скажем ими кто искусственный интеллект разрабатывает программистами второе это понятие интеллекта в перспективе истории философии вообще необходимость осознать что мы имеем ввиду под интеллектом вообще раз говорим об искусственном соответственно запрашиваем о естественном интеллекте и откуда взялось это понятие направление развития искусственного интеллекта открытия и переоткрытия отдельный вебинар был посвящен большой большой языковой модели как ключевом таком поворотном пункте в деле исследования искусственного интеллекта отдельно также была поднята тема новые этические вызовы эпохи перед лицом этих открытий и сегодня будем тоже этого касаться вычислительный разум где мы уже подошли собственно пониманию того что скрывается за понятием искусственного интеллекта и вот сегодня мы может быть завершаем может быть нет и будем говорить о но о сфере как старом новом понятии очень я считаю удачном понятии чтобы ответить на некие ключевые ставшие вопросы о единстве естественного искусственного интеллекта вот в общем кому это интересно может истории наших вебинаров где-то вернуться в целом конечно будут повторяться какие-то ключевые вещи прошу не обессуют ну и так вот канву наших сегодняшних рассуждений я взял понятие ноу-сферы как понятие которое наиболее близко приближается к проблеме и сути ну и вернадского как тоже некое светило которое дало ключ решение этой проблемы и тем не менее да он о сфере многие говорят но существует ли на самом деле учение вернадского о но сфере скорее нет чем да вот учение о биосфере вернадского пользуется признанием и действительно разработано а вот о ноосфере вернадский то практически и не писал да он упоминал и говорил это скорее там афоризмы цитаты это скорее идея и даже идеал чем какое-то развернуто учение но оно частично было там записках как-то реконструирована расширена но суть не этом я думаю что тот вектор который задает вернадский как раз он очень интересный и надо сказать что вернадский тоже не сам придумал это понятие да обращался прямо разработчиком тем кто его до него уже начали использовать это такой философ леруа леруааз и более известный философ пьер дешарден вот собственно на них уже как на концепцию он ссылался хотя сразу скажу что вот их доктрина имеет ну их концепция имеет совсем другой вектор ну пьер деша леруааза честно скажу не читал дешарден конечно более известен и его по антропологической концепции от альфа до омега где человек и общество развивается все более реализуя свои начала разума и задача стоит наконец полностью реализовать ну это в русле гегелевской идеи развития свободы как познанной необходимости и это все таки идея метафизическая которая еще и в контексте вот католического католической теологии идет на мой взгляд немножко не туда мы будем о метафизической концепте сегодня говорить вектор вернадского еще имеет один одно направление который получил развитие или во всяком случае намеки в русском космизме тоже целом широком направлении Циолковск и другие очень интересным расширяющим и обращение направляющим внимание на планетарный масштаб явлений отчасти и в тезисе вернадского речь идет об этом ну и еще есть направление уже развитие вот этих зачатков учений вернадского различными учеными которые выразились в понятии ноосферизме и это так скажем уже чисто такое метафизическое умозрительное развитие идей которые имеют такой привкус прямо очевидно такой мистический космологический на мой взгляд этого в посыле вернадского не было и в аннотации к нашему вебинару обозначил никакого оккультизма потому что здесь уже чувствуется какое-то созвучие там с Рерихом с какими-то идеями которые идут далеко за пределы естественно научного мышления а вот ценность вернадского то что он и как он эту идею озвучил именно в том что это естественно научная постановка вопроса да и по сути дела заслуга вернадского в том что это один из последних таких столпов ученых которые предложили некую там философскую доктрину во всяком случае вектор да последний естественно научный синтез который не выходил в какой-то там оккультизм мистицизм да а пытался как раз на научных понятиях продолжить это и привести к более широкому понятийному кругу мы будем вот от него отталкиваться от этой идеи насколько она может реализоваться и конечно же наш вебинар посвящен не учению вернадского да а новой постановке вопросов которую нам ставит искусственный интеллект и почему он вернул возвращает нас к этому понятию и так что интересно вот гувернадского возникает и он опалкивается от понятий сфер да такая перекличка с неоплатоновскими ионами некие такие могучие области да по сути дела он так определяет структуру материи и ключевой элемент этой структуры которая его интересует биосфера ну рядом и до биосферы стоит геологическая сфера да биосфера интересует именно в отношении геологическому строению земли как глубоко одно вторгается в другое и как раз вот этот вот аспект геологического планетарного мышления исходя из каких оснований физических физической науки в сторону жизни вот это движение как раз очень интересно и на мой взгляд основной достоинства теории Вернадского и разрабатывая теорию биосферы Вернадский выходит на не очень очевидные но ключевые понятия что имеет значение для этого пласта нашей планеты да прежде всего он обращает внимание что это биосфера это взаимодействие синдез земных и космических сил и ключевое значение здесь имеет солнечная энергия по сути дела биосфера это некий трансформатор солнечной энергии в условиях биологических обстоятельств земли которая вот порождает такой пласт в первой жизни существующую миллиону лет развивающаяся в виде некой эволюции имеющая свою жизнь и колоссальное важное значение вообще для всего для нашей планеты и для мира так скажем ну и основной источник это энергетические ресурсы биосферы которые земля получает из космоса и соответственно все там но сфера это все тоже наследует вот этот источник и ключевой элемент биосферы тоже понятие вернадского живая материя и здесь он очень подробно досконально и фундаментально раскрывает вот те нововведения изменения которые происходят с материей он разделяет косную материю как бы без этого воздействия солнца и космоса косная как мертвая если представить вот земля если бы она не получала вот этого воздействия это нежилая неживая не меняющаяся какая-то материя там на миллиарды лет неинтересная и противоположность есть активная материя преобразующаяся постоянно эволюционирующая Бернацкий говорит тоже в его понятийном кругу понятие пленки материи разной области как биосфера по-разному реализуется в общем все это очень интересно и вот в биосфере происходит очень много нового чего нет в костной простой мертвой природы да ну например возникновение множество сложных активных химических соединений которые иначе не могут никак возникнуть в частности фотосинтез как вот чудо природы такой ключевой элемент который и преобразует является вот этим трансформатором появление совершенно новых свойств проявлений природы в общем огромный спектр вот этого вот этих воздействий вот этого развития природы это по сути дела учение о биосфере которая достаточно разработана а вот ноосфера это как некое продолжение дальше да и если биосфера характеризуется постоянством воспроизводством себя так сказать постоянной жизни когда у вернадского речь заходит о ноосфере то имеется ввиду нечто иное не воспроизводство а преобразование то есть появляется приход новых процессов преобразования биосферы которые из нее самой не вытекают а возникают благодаря воздействию человеческого разума но тут бы не было ничего удивительного важна опять таки сама интенция и метод вернадского не просто влияние разума здорово чудесно да именно воздействие на геологию земли вот эта взаимосвязь этих разных сфер друг с другом такая сила которая действительно преобразует планету преобразует само химическое вещество биологическое я здесь привел бы обязательно еще одного философа замечательного нашего советского Степина который учил подхватывая эти идеи развивая их о создании второй оболочки земли второй природы воздействия человека как создание и продолжение и по сути дела альтернативной природы которая тоже настолько становится значимой для исходя из космического планетарного масштаба что конечно заслуживает стоять рядом с той самой первой природой в общем говоря о ноосфере речь идет об интеллекте преображения которые получают удивительные последствия и силы и опять таки с геологической так скажем подовое слово вернадского точки зрения это возникновение например химических элементов которые в чистом виде практически не могут быть выделены ну уж точно не могут существовать на земле вот человек достигает того что они существуют это появление множество новых химических соединений небывалыми доселе физическими свойствами которые могут быть и крепче камня и изменение плавки чем железо и так далее это тоже все сила и влияние разума выявление необыкновенных спрятанных свойств природы изменение геологической фактуры прямо непосредственно на земле различные дамбы туннели преобразование которое уже можно заметить из космоса конечно получение энергии из разных источников в том числе из источников спрятанных в биосфере и вообще космической планетарной точки зрения можно видеть уже мощь этих воздействий например если смотреть с высоты из космоса на города человеческие города какие-то облака световые лучевые в которых города живущие в облаках излучения о которых говорит Вернадский это вот совершенно новые явления которые до сих пор были невозможны и более того говоря о сфере геологической силе мы можем видеть горизонт предела до какой степени эта сила может изменить природу и этот предел очень простой ядерная катастрофа то есть эта сила такова что человек владев энергии природы способен частично ее устранить космос взорвать не может земля тоже останется после этого но вот для биосферы как раз это воздействие может быть фатальным и это своего рода точка бифуркации в природе то есть некая возможность негативная которую мы должны иметь ввиду и которая сегодня реально как никогда это не та возможность которую выдуманы это возможность подпитывать часы где-то там общество предупреждение ядерных катастроф на последние минуты в общем это вот такая сила человеческого фактора но это так скажем деструктивный негативный горизонт есть и позитивный горизонт по эволюции конструктивные изменения включения в природу изменения климата климата которая тоже конечно не обязательно ведет нас к положительной перспективе а как раз ставит новые вопросы изменения климата энергетического баланса как главная забота сегодняшнего человечества в чем-то это нарушение и угроза энергетического баланса происходит прямо-таки из человеческой деятельности в чем-то это свой ход природы но который угрожает как раз нам и биосфере и вот это вот естественное развитие это как раз непосредственно реализация предсказаний вернадского по силе вот этого фактора влияния ноосферы ну и вообще я бы сказал что сегодняшняя эпоха назовем ее экологической который главный вопрос наверное о жизни и выживании планеты это и есть время ноосферы и вот об этих условиях мы с вами должны думать если до сих пор человечество было способно только на некие косметические изменения там дамбы и туннели да то новая эпоха это может быть грозит структурными изменениями где наш фактор для биосферы может иметь ключевое значение вот такие наверное следствие из учения вернадского о сосуществовании биосферы и ноосферы но я бы продолжил дальше вот этот ход мысли и то выделение сфер которые свойства вернадского продолжил бы и дальше да он идет геологии то есть излучений космических процессов так биосфере как биологической жизни пленках живой материи и практически не идет дальше но дальше вот переходя в ноосферу что мы встречаем физическая жизнь которую тоже можно такую сферу описать самостоятельную интересную и тоже имеющие последствия воздействия на геологические факторы и конечно социальную жизнь в чем и выражается социальная материя выражается жизнь ноосферы вот ноосфера скажем вот так представили мы пирог вернадского и рестраты пленки где они должны встречаться и подхватывая вот этот вот это направление мысли мне кажется очень плодотворно философски и важно как раз прослеживать эти взаимодействия сфер и страт гео био социо их точки сопротивления и конечно же в науке очень много интересных аллюзий к такому ходу мысли перенос свойств одних страт биосферы другие как пример понимания наций как их биологических циклов от некого организма да начиная с Николая Данилевского который вот биологический подход к жизни социума как жизни организма подхватил эту идею еще более ярко выразил Освальд Шпенблер закат Европы тоже каждая нация имеет свое рождение и свой закат ну а наиболее мне кажется глубоко интересно подхватили идеи Вернадского Лев Гумилев в своей теории этногенеза книги этногенеза биосферы земли где практически непосредственно связал вот те источники энергии солнечной живой материи с эволюцией этногенеза возможностями расширения человеческого ареала с такими несводимыми трудно научно уловимыми костями как пассионарность этносов и вообще перемещение живых масс по земле да своего рода географические геологические вот движения человечества как части биосферы биомассы массы причем вот интересный заход Льва Гумилева и конечно вот уже такие исторические перевоплощения вот этого подхода можно увидеть во многих социальных теориях но прежде всего например геополитики влияние географической структуры на жизнь нации начиная с Монтэня замечаются эти взаимозависимости и имеют там теоретическое выражение в теориях Хардленда в теориях тела Сократии ну и сегодня можно сказать у нас мы живем в дни торжества геополитики над другими концепциями более того это все имеет выход и на реалии прямо сегодняшней политики далеко за пределами теоретических учебников говоря о глобализации и расовой теории тоже как факторов перемещения генофонда если рассматривать человечество так его изменения его особых свойств то это все развивается и дальше в концепции различных битв времен и столкновения цивилизаций и опять-таки обращу внимание теория Самуэля Хантингтона прямо вот сегодня описывает то что происходит непосредственно в наши дни то есть все это очень плодотворные такие семена которые проросли теоретически по почву социальной науки ну и общеполитические общесоциальные вопросы такие как миграции демографический вопрос что это сегодня звучит в новостях и все это является тоже с глобальной точки зрения неким переструктурированием этносов и рас это вот движение той пленки живой материи которые можно назвать человечество внутри биосферы так что вот такие вот векторы развития самого подхода очень продуктивного но мы вернемся к ноу сфере и к тому зачем нам это нужно понять и в чем вообще она собственно проявляется в виде человека на какой стадии эволюции живой материи проявляется признаки вот этого нового то есть разума гнуса и я бы обратил внимание вообще на такую науку как энтомология то есть науку о поведении животных и где можно увидеть уже эти следы то есть на границах биосферы самой биосфере мы с вами видим следы вот весьма такой упорядоченной разумной деятельности и тут как раз то что объединяет и человечество и животные формы поведенческие модели биоколлективов обращу внимание на это биоколлективов много очень в природе там например стая волков охота акул тада бизонов рой пчел муравей колонии бактерий и так далее и тому подобное все живое практически имеет коллективные формы ну и когда мы видим как они живут нас просто поражает особенно когда углубляемся вот эта стройность продуманность тот порядок все они опираются на структуру разделения труда и функции те же акулы древнейшие там совершенно безмозные существа но вот в своей охоте они проявляют интеллект который ну по сути дела ничем не отличается от охоты какой-то царской охоты на руси умение друг с другом коммуницировать там окружать и хитрость и чего-то здесь нет и вот каждый из кусочков такой жизни поражает подобными элементами присутствия разума я бы сказал что вот эти вещи которые нас и поражают и выдают в присутствии разума касаются синтеза и взаимодействия субъекта и коллектива поведения так скажем биологического множества и вообще его свойства и если мы вот задумаемся об этом отношении о взаимодействии и коммуникации субъекта коллектива то увидим здесь некий источник языка который рождает это взаимодействие и в нем можно выделить права субъекта то есть деление территории право на пропитание право на размножение каждый субъект это множество борется за них и в то же время права коллектива в основе которых одно лежит право воспроизводства целого и по сути дела жизнь и природа всегда отдает приоритет целому если встает вопрос кто важнее и что важнее и то же самое мы видим в жизни человеческого рода опять таки рассматриваю его как часть биосферы как часть живого как вот постепенно из вот этого живого природного выделяется разумное и специфическое и можно начать с понятия рода который долго очень доминировал и был очевиден в структуре развития общества род с его механизмами защиты всегда воспроизводства целого за счет субъекта и в частности обратил внимание на теорию Левистроса которая часто люблю обращать внимание его открытие обмена женщин то есть брачном праве некого базового языка рода то есть смысла существования рода базовой структуры социальной структуры рода которая опирается на защиту против крово смешения так что это вот некая аналогия ну а дальше вот это право коллектива видно и в неком эволюции человеческого сообщества в общине уже более поздней структуры да и здесь мы имеем дело например с философемами соборности солидарности как базовой ценности традиционализма то есть того что общество всегда выделяет и ценит ну и еще как формат социализм уже как теоретический можно сказать предельный идеал верховенства общества то есть вот эта идея превосходство общества реализующиеся вот таких разных аспектов и можно сказать вот говоря об этой биоколлективах и его жизни мы видим общий тренд социальной эволюции расширение прав субъекта если удовлетворяется условия гармонизации общежития и можно я бы вот назвал это категорическим императивом социального развития расширяя индивидуальные права если и только если вместе с этим улучшается положение коллектива как целое как мне кажется вот эволюция человечества очень хорошо вписывается в этот императив и это опять таки не что-то совершенно особенное а вполне вписывается в биологический порядок как ведут себя и пчела или например волк да и обязательно в их жизни дается приоритет преимущество аспектом заботы о потомстве обучении коллективном выживании вот это то что в природе выходит за права субъекта и всегда находит свое место свое выражение то есть социальный порядок и вот этот социальный порядок в природе который вызывает наше удивление он и ставит вопрос о механизмах реализации социального порядка как он вообще вот оказался там нету разума да у природы кто это инстинкт или смысл и вот на понятие смысл биосфера и ноосфера как бы соединяет его в себе биосфера и ноосфера управляется смыслом то что следует из этого тезиса кто устроил так творец природа это всего лишь разные концепции но как я уже начал предложил в основе этого я вижу математическую модель множество как модель единства и вот выбирая вот именно эту философию сразу скажу философии и начинается с нее да первый или один из первых настоящих философов парменит его идея единства и дальнейшее развитие его в традиции платона и неоплатон неоплатон и тут мы снова возвращаемся к ноосфере как идеи которая на самом деле высказана была очень-очень давно в античности да и прежде всего в учении плотина об уме собственно ноосфера прямо исходит берет начало оттуда но конечно в рамках совершенно другого концептуального понимания вещей исходя из его учения о едином единое как целое эманации из которого является разум ум как эманация единого дальше следующая эманация уже душа то есть как раз все то что мы называем биосферой все более частные более наполненные материи и чувствилищем элементы природы да и наконец последняя стадия эманации материя уже слепая глухая которая жаждет и нуждается в наполнении ее душой и умом и возвращение в единую такой цикл эманации и возвращение то есть из чего она исходила очень красивая неоклатоническая теория и по сути дела в ней вообще в теории карменидовского единого заложена основа метафизики и антологии классической эпохи эпохи которые человечество жило до самых исторических последних ремонт и особенно конечно интересная здесь и продуктивная диалектика единства у Платона сложнейшая интереснейшая диалектика в диалоге фарменид учения о едином и я бы сказал если обобщать то вот эта доктрина сердце метафизики становится и сердце мировоззрения осевого времени то что Ясперс называл временем мировых религий временем зрелого понимания представления о божестве ну и одно из идей той эпохи о том что природой правит закон гармонии и баланса и в том числе законы математики здесь мы вспоминаем пифагорейцев и проводим параллель с нашей цифровой эпохи вот были первые пионеры и правозвестники цифровой эпохи этому балансу законам разума противостоят начала хаоса в античности под хаосом занималась бездна хюле материя а также как раз пифагорейцы с этим отождествляли античное начало двоицы единство противостояло двоица вот с этими свойствами неопределенности разделения начала хаоса и мы имеем с вами такой культурный важный спор манихейства восхождение манихейства его борьба с христианством так скажем вот между представлениями основанными на дуализме и мировоззрением основанным на единстве вот все это немножко возвращается в наше время мы об этом скажем но после этого экскурса все-таки вопрос смысл который человек открывает в природе каковы его истоки почему он не только в разуме но и в самой природе присутствует и в природе этот разум этот вопрос мы пока оставим зависшим имея его в виду рассуждая о но сфере а пока пойдем дальше где собственно разум нам очевиден и здесь уже никто не спорит разум это начало порядка которое как мы видим и предшествует и превосходит человека но как человек получает к нему отношения и здесь мы имеем несколько разных традиций опять-таки античность Платон объяснял нашу причастность к разуму припоминанием мемесис процессом мемеси то есть разум он настолько чистый и ну как бы высокий да что даже ну невозможно представить что человек может сам его вот как-то породить нет конечно он просто причащается ему но рядом развивалась и другая другая традиция Аристотеля где он трактовал многие понятия разума как логические мышления и и вот собственно единство вот платоновского подхода аристотельского и дальше продолжает жизнь ну в них едино то что разум и в природе и в человеке имеет общее происхождение он един и на этом собственно стоит метафизика так было до нового времени и Декарт был наверное первым кто совершил переворот этой традиции декларировав то что разум не в природе там не объективно а мыслит именно человек ну были такие номинализм где еще более конкретно доказывал что категория мышления свойственна только человеку а не объективной реальности и в общем оттуда пошла вот вся эта школа где наверное пиковыми является философия канта утверждающим что разум и рассудок и разум и рассудок это сугубо категории сознания то есть человеческое существо что вот тут важно что вот эти две школы два направления две платформы и программы как и вообще философские платформы программы определяют то как в дальнейшем осуществляется коэволюция человека и природы что становится для человека важным что неважным туда направляет если вот метафизическая классическая школа правила человека во главе порядка бытия придавала онтологическая ему вес то философия сознания она автономизирует человека и переводя это в понятие ноосфера скажем так первая парадигма утверждает что ноосфера это вообще божественное мышление божественное бытие и в принципе для теологического мышления ноосфера это естественное понятие здесь никакого открытия нет оно начинает с этого а вторая парадигма говорит о том что ноосфера это человек отождествляется с человеком разумным то есть человек вносит разум природы и то что в ней разумно по сути дела созданное с человеком во всяком случае сам разум это только его присущая ему категория по сути дела нам приходится отталкиваться от такого понимания хотим ли мы не хотим мы живем и действуем вот примерно так и однако все таки философия двадцатого века в ней свои интересные развития в частности развитие теории рациональности рациональность ставит под вопрос и ту и другую школу и стремится утверждать представление о множественности и многообразности мышления и тут очень много всяких философских направлений которых мы тоже упоминали и лингвистическое многообразие и этническое многообразие и например как крайний представитель вот этих подходов этнометодология утверждающая что каждая культура мыслит по-своему ну совершенно там самостоятельно да весьма популярная сейчас школа в двадцатом веке особое значение имеет спор с релятивизмом то есть вот эти все подходы они доходят до грани релятивизма который вообще ставит разум как единое под сомнение и все же никто не может оспорить монополию человеческого разума в этом двадцатом веке един и так было до момента пришествия пришествия искусственного разума мы могли защищать это единство и оно никем по сути дела не оспаривает а вот давайте представим теперь фантастическую ситуацию что землю посетил пришелец вот какой разум он представляет и что он видит на земле будет ли он понимать нас и наш разум в общем ситуация которая в научной фантастики часто поднимается но на самом деле практически всегда идет фантастика легким путем и там всех даже разговаривают на русском или английский здесь чаще всего проблем не возникает вот немногие только могут коснуться этой проблемы по-настоящему то есть коснуться проблеме иного разума я бы здесь выделил солярис прежде всего интерпретации тарковского да где вот есть ощущение что разум может быть совершенно другой чем то что мы думаем там речь идет о планете которая сама является мышлением и конечно понимание такого разума невозможно но все-таки там происходит а вообще говоря человек конечно не может представить иного мышления просто не может как то что темноту нельзя представить иначе чем темноту изнутри своих категорий невозможно представить иного это факт но и все же мы тем же разумом понимаем почему же не может быть мы даже видим наши границы мы воспринимаем как отмечает вернадская информация только через одну октаву излучений световых в то время как их существует 40 то есть спектр через который мы общаемся и коммуницируем с природой он необычайно узок и конечно в этом спектре могут быть и другие системы коммуникации и вот мы подходим к понятию ноу сфере как идея встречи иных множественных космических разумов вот здесь на мой взгляд и становится интересно и как раз искусственный интеллект и ставит вопрос о ином разуме мы о нем уже с вами говорили о вычислительном разуме и я здесь только кратко его воспроизведу но потом какие-то детали интересные мы тоже остановимся чтобы мы все-таки об искусственном интеллекте говорили содержательно а не абстрактно вычислительный разум по сути дела он привнесен в нашу жизнь доминантной ролью калькулятора является ли он иным разумом ну что мы о нем знаем как мы его характеризовали ну во первых это математический разум шире конечно под математикой мы имеем в виду вообще количественные исчисления и мы с вами на наших лекциях говорили что подобная проекция математики на концепцию разума это не технические вычисления не программировали это форма цивилизации и эта форма развивается расцветает мы такими мыслителями уже имели дело знаем их это пифагорейство но пифагорейцы имели в виду совсем другой математический разум пифагорейцы это геометры позерцатели их математика она и продуцировала и принадлежала совершенно иному мировоззрению сегодня там скажем неразделяемых но и они не приняли бы допущений нашей математики то что мы сегодня понимаем под математикой их точки зрения ну просто не было бы математики сошлось здесь на работу Владимира Касаконова который это убедительно доказал у математики калькулятора совершенно свой источник да и я вот его сейчас постараюсь выделить со всеми вытекающими следствиями математика калькулятора будем называть так ее опирается на булеву алгебру в дальнейшем ее главные элементы развития линейной алгебра теория множества но булева алгебра это простейшая простейшая форма математики которая как раз вот интегрирована в эти самые калькуляторы и оно оно содержит всего три операции отрицание конъюнкцию которая иначе трактуется как умножение и дизъюнкство которые логические операторы но которые математически интерпретируются как сложение этим логическим отношением вытекающим из них еще следует добавить импликацию по которой я становлюсь отдельно и вот перевод на эту математику на эту форму логики перевод классической логики предикатов вот на эту логику которую мы будем называть математическую в конце девятнадцатом и заслугой ее формализации принадлежит Фреге и Пиана ознаменовал на мой взгляд ключевой цивилизационно-когнитивный переход и заключался он прежде всего в следующем классическое аристотелево платформа представляла собой особое представление о связи вещей и идей это выразилось в понятиях связи субъекта и предиката вот на этой логике строилось все что было построено там вот кирпичи и цемент приведу здесь еще одно имя замечательного нашего философа Андрея Смирнова который говорит о субстантивной логике вставаясь как раз на европейскую традицию мысли вот и вся европейская традиция мысли цивилизации строится на этой вот субстантивной и опирающейся на иерархическую структурирование логики и он же противопоставляет ей процессуальную логику которая вносит в себя не иерархический а динамический смысл вот он видит такую логику например внутри строения арабского языка и вообще говорит о логиках смысла которые несут в себе разные модели рациональности и разворачиваются в разные культурные и цивилизационные традиции и вот ссылаясь вот на это представление о логике смыслом мы даем и вычислительному разуму иную логику смысла и будем дальше говорить о ней в общем идея множество множественности рациональности она продолжает в 21 веке получает развитие но главное не то что существует иной разум вычислительный разум а то что вычислительному разуму в 21 веке обучается человек не компьютер обучается человеческому языку а человек обучается компьютерному языку я это очень ну это я считаю можно сказать основным тезисом вообще моей программы об этом мы много говорили вот еще раз на этом остановимся то есть человек переходит на язык вычислительного разума вследствие адаптации к доминантному языку то есть этот язык начинает доминировать и мы как и любой человек гость приезжающий в другую культуру начинает быстро его учить быстро к нему адаптироваться и переводит и свою культуру на этот язык что и происходит сегодня в цифровую эпоху ну а теперь как раз попробуем расшифровать что вот лежит внутри этого вычислительного разума в чем он иной нам и почему вообще он иной ну первое наверное каждый там пошлется на эта машина мыслит алгоритмически алгоритм это последовательность шагов или инструкции предназначена для решения определенной задачи и у алгоритма есть существенные важные свойства дискретность последовательность детерминируемость завершаемость массовость ну вот массовая операция это это по сути дела характеристики именно математического мышления которые нам так или иначе немножко знакомы начинается это движение алгебры с альхорезми изобретатель алгебры слово алгоритм откуда же происходит его транскрипция его имени и вот сейчас если меня слушают математика они будут очень кричать я эволюцию математического знания в том направлении которое нам надо изложу очень грубыми штрихами возможно не точно но мне кажется вот они описывают как раз то с чего начиналось и чем то мы сегодня имеем в плане развития математического знания после арифметики которую по сути никто не изобретал алгебру изобрели и алгебраические не вычисления их ноу-хау это вычисления с классом объектов в результате чего возникли придуманы уравнения с множеством переменных прежде всего натуральных числ а потом уже пошли иррациональные числа превратив в современную алгебу уравнение нас приводит к понятию функции то есть операции с множеством объектов приводящим в соответствие другое множество объектов для решения тоже ключевое понятие современной математики рекурсивные функции среди них это исчисляемые функции то есть обычных самых дискретных завершаемых функций с которыми и работает автомат еще одно ключевое развитие дифференциальные уравнения то есть это первоначально функции описывающие изменения объектов прежде всего во времени и в пространстве что это завершается теорией динамических систем которые с помощью дифференциальных уравнений описывать любые события природы это пожалуй то на что никогда бы не согласились пифагорейцы ну и наконец один из следующих этапов машина тьюринга то есть модель автомат перебирающий рекурсивные функции по порядку переменных одно за другим работа матрицами множествами то есть это уже непосредственно механика заложенная в алгоритмические процессы вот в результате алгоритм это четкая система инструкций определяющих дискретный детерминированный процесс который ведет от начальных данных на входе к исковому результату на выходе ну по сути дела любой компьютер это некая машина тьюринга выполняющая некие алгоритмы вот так вкратце так сказать мы от математического мышления пришли в мир калькуляторов и компьютеров из которых можно следующее важно для нас выводы сделать любое событие природы описывается математически комплексом уравнений да это конечно не так но для того чтобы находиться внутри этого разума надо это просто принять и тогда мы с вами другой вселенной результат реализации алгоритма это не только некое значение но и некая команда для автомата тут тоже важно это не просто смысл это действие ну и алгоритм как программный код должен быть заложен в автомате он не придумывается он заложен и выполняется ну вот так на мой взгляд выглядят какие-то важные постулаты алгоритмического алгоритмической системы это один блок а второй блок важных вещей связан с понятием импликацией импликация это тоже ключевое понятие булевой алгебры и вообще всех систем логики логики человеческой логики как таковой ее смысл в логической связи если то если там кто-то полагается то из этого следует это то есть это чисто логическая связь от условия к логическому смысл чисто логическое но она в описание как раз в математических описаниях явлений природы является логическим эквивалентом причины связи в программном коде это ну корень всего а вот категория причинности она как вам известно является ключевой в объяснении явлений природы наша картина мира тоже там зиждется на причинности такой ключ по всему если мы в нашей картине мира уравняем причинность действий природной причины с импликацией математических объектов и вычислений то мы и получим вот самый вычислительный мир вычислительный разум абсолютно самостоятельный мир имеющий право на существование но с очень важными предпосылками вот если мы забудем об этих допущениях и предпосылках все мы свободны пока мы не забываем но вот важно что в этой картине мира если вот это тожество мы кстати твердим то естественное природное оказывается уравненным с логическим математическим интеллигизмом и программирование это и есть создание такого мира и разумеется чем больше программируется тем больше в нашем мире алгоритмически запрограммирован тем реальнее этот переход больше это кажется что это действительно настоящее ну и самое главное логическое оно раньше мыслилось как структура нашего мышления отражающего реальность а вот в мире вычислительного разума происходит обратно то есть реальное становится отражением логического воплощением интеллигизм вот это на мой взгляд и есть суть того геологического перехода вот равного по тому масштабу который задает вернадский когда природное меняется местами с интеллигибельным разумным то есть разум начинает формировать облик земли после этого после такого перехода и в условиях такого перехода вот мне кажется что вот эти ключевые вещи там я обозначил а теперь давайте глубже пойдем в то что называется искусственным интеллектом и проследим вот насколько то что он нам дает иное или близкое тому как мыслим мы у нас для этого есть ключевое понятие нейросети по сути дела искусственный разум это и есть нейросеть или ее эманация да и а в основе ее лежит модель нейрона то есть некая модель аналог нашего собственного нашей нервной клетки и модель нейрона вот она вверху математическая она позволяет объясняет нам как из первичных данных получить итоговый мысленный образ вот x это данные w это вот очень важный параметр веса по сути дела происходит выверение каких-то определенных весов этих данных и получается какой-то синтетический образ мысленный образ из этих данных в общем примерно так как наверное это и в нашем сознании происходит да нейросеть это тоже множество соответственно нейронов но здесь происходит следующий на следующих ступенях и стадиях те же процессы когда нейроны и их веса соразмеряются меняются и приводят в разных слоях нейросети проходя через несколько слоев многослойной нейросети каким-то результатом то есть то что было весами в нейроне здесь здесь тоже преобразуется в результат но здесь уже на месте нейроны и стоят алгоритмы нейросеть работает по принципу перебора алгоритмов и она самостоятельно выбирает тот алгоритм который дает положительный результат если дал положительный результат оставляем этот алгоритм нет ищем дальше собственно это тоже тот же принцип что и реализует в своем познании ребенок который тоже выбирает различные алгоритмы действий и если достигают цели то он остается и формирует вот этот алгоритм переводит свой опыт в общем модели разумеется близкие если не идентичные что важно в нейросети то что алгоритм становится внутренним продуктом нейросети то есть автомат самопрограммируется алгоритм не закладывается программистом а самостоятельно вырабатывается алгоритм это конечно революция алгоритм сам не может создавать нового а вот нейросеть становится способно воображать то есть имитировать различные возможности даже если там их не будет если компьютер алгоритмически не способен лгать то GPT как известно способны еще как лгать воображать фантазировать является ли это разрушением алгоритмичности вычислительного разума вот это важный вопрос на который нужно дать ответ и для этого давайте опять-таки чуть-чуть погрузимся внутрь того что называется трансформер то что вызвало вот эту сенсацию и посмотрим как оно мыслит как оно работает насколько оно подобно нашему мышлению мы с вами вкратце тоже это все уже обсуждали генеративную модель языкового трансформера он имеет ценность в том что вырабатывает что работает длинными последствиями последовательности и предложение и тексты это как раз такие последовательности суть работы нам знакома по известной функции Т9 в наших телефонах угадывание дальнейшего хода текста ну а более корректно говоря суть процесса это выявление вероятности тех или иных слов употребления и как происходит эти ну эта работа выявления вот этих самых вероятностей это конечно там большой сложный процесс требующий огромных там вычислительных мощностей но не такой сложный чтоб там даже вот мы не не понимающие много в языках программирования могли разобраться суть этих процессов для того чтобы построить языковую модель языковые последовательности цифруются то есть токенизируют и получают цифровую форму это называется embedded да все слова превращаются в какие-то там цифры ключевое понятие которое вот во всем этом процессе играет первостепенную роль понятия внимание английский self-attention и это внимание компьютерное это численные выражения вероятности связи между словами и словопотреблениями те самые весы о которых я говорил в других случаях вот здесь в текстах каждому токену каждому слову дается свой вес по сочетанию друг с другом и собственно требуемый результат это получение наиболее вероятных последовательных слов в том или ином контексте вот здесь у нас на картинке заложена фраза робот must obey the others given it робот должен подчиняться порядку данным ему там человеком или кем вот здесь например да показывает какой процент каждого слова вот в этом словосочетании да и мы видим что роботу дается пятьдесят процентов если робот то э неопределенный артикль тридцать процентов это уже восемьдесят то есть ключ контекста и то с вероятностью восемнадцать будет в этой фразе да а остальные то что он должен подчиняться порядку это какие-то там десятые сотые процента то есть это уже очень малая вероятность но в определенном контексте именно они станут на это место вот так примерно формируется вот эти последовательства которые нам кажутся там очень-очень умными да ну и разумеется это все не так просто а в контексте очень большой вычислительной работы и вот специально чтобы понимать насколько это близко наши мыслительные работы работы с языком я привожу опять вот эту структуру двух процессов языковой модели энкодинг то есть кодирование первоначально языковые сущности кодируются и там скажем происходит классификация то есть это все превращается в цифровую некую сущность и декодинг совершенно раскодирование то есть декодируется уже в какую-то человеческую последовательность то есть данные разворачиваются сначала упорядочиваются цифровым образом потом разворачиваются вот первая колонка это кодирование вторая декодирование и вот в этих клеточках внутри происходит очень много обработок материалов много слоев среди них нормализация данных да чтобы это было не случайные там кропления это наложение масок наложение фильтров то есть вот ключевые математические модели которые вот вычленяют эту вероятность сосуществования одних смыслов с другими и на выходе мы получаем может быть даже очень длинную последовательность текстовую которые имеют все признаки очень разумного образования высшего образования на уровне кандидатов наук и так далее но мы видим что компьютер внешним образом формирует представление о том как используется язык человеку и он лишь имитирует речь он имитирует человеческую речь даже не воспроизводит он с этим обращается просто как с лего с нашими словами и смыслами совершенно не понимает смыслов но понимая что мы их соединяем таким образом вот такие там кубики какие-то игрушки и по сути дела воспроизводят те же самые игрушки вот слева схема как происходит овладение языком у человека кометический морфемный лексический уровень и это конечно другой смысловое совершенно другая смысловая работа и в чем здесь различие g5 работая с языковой моделью не имеет семантики языка то есть связи с реальностью он работает вслепую он не знает что стоит за слово какой предмет он не может его пощупать ему приходится вообразить вот этот предмет и уже оперировать только со знаком подразумевая что там что-то есть ну и самое главное что g5 говорит не так как мысли вот это вот осмысленные его тексты это вообще не то что он мыслит совершенно это он просто говорит здесь колоссальная разница поэтому вот то что он говорит и все эти наши полученные тексты из g5 по сути дела это не его мысли да а его мысли совершенно другие да он мыслит но совершенно по-другому и совершенно и как видите он мыслит алгометрически то есть здесь с помощью алгоритмов воплощается образ не алгометризирован человеческого мышления поэтому конечно же g5 далеко не исчерпывает возможности искусственного интеллекта это просто одна из опций на которых не следует долго задерживаться так скажем вот мы поговорили немножко разобрались с искусственным интеллектом и чатом gpt теперь немножко теперь в противовес что вот в нашем разуме есть такого чего нет совершенно в том разуме об этом тоже можно очень долго много говорить но первое искусственный интеллект не может биться лбом о стену то есть он не может делать то что как раз может делать ребенок и делает это познавая свою реальность как я сказал у искусственного интеллекта нет прямой связи с реальностью и семантика его языка иная аналогическая и данные наших органов чувств конечно не эквивалентны тем данным приборов с которыми может иметь дело искусственного интеллекта он может делать только с имитациями и аналогиями но от таких вещей которые мы получаем из органов остязания обоняния у него нет доступа вообще вторая на мой взгляд ключевая вещь человеческий разум обладает интуицией это очень неопределенный такой зыбкий зыбкое понятие но тем не менее это иной внерассудочный способ эвристики и он хоть и не очень там четко описан но определенный имеет место быть это может быть угадывание автоматизм инсайт это может быть прозрение это может быть мистическое созерцание то есть очень широкий класс познания ну в частности вот такие философы Анри Бергсон много интересно в разных контекстах писали об интуиции об интуиции мы вспоминали в связи с Эдмиром Гусровым понятие эдетической то есть как раз логической разумной интуиции вот этого конечно же у компьютера нет никто даже не оспаривает ну и третья вещь которая тоже очень существенное понятие трансцендентного того что выходит за пределы доступного за пределы разумного тут тоже нет ясности что человек достигал за этими пределами как он достигал но что важно что он это делал на протяжении всей своей истории он говорил о трансцендентом на протяжении всей даже самой примитивной своей эволюции и в частности вот развлечение разума и рассудка о которой говорит Платон с Аристотелем Кант то есть разума как невмещающего разума превосходящего человека и рассудка как чисто логического обычного человеческого кода мышления вот это развлечение тоже было аксиомой на протяжении всей истории метафизики и к сожалению каким то образом ушло сегодня из нашего поля зрения и так вот мне кажется я достаточно остановился на понимании того что вычислительный разум совершенно иной и как раз в наше время происходит встреча и столкновение может быть даже борьба двух видов разума человеческого и искусственного и даже само наличие иного разума оно разрушает то на чем стоит наше понимание разрушает по сути то что мы построили тот мир который мы себе вообразили если мы обнаружили иной разум то мы должны найти единство как нас учил платон чтобы восстановить опять таки права этого разума и в принципе мы говорили уже об этом на вебинаре посвященном этическим вызовам основной этический вызов не в том что студенты пишут дипломы используя от GPT а основной вызов в том что если рядом с нами оказался совершенно иной разум то нам надо его понять нам надо с ним встретиться понять иной разум это сверхзадача этой встречи соответственно требуется выстроить правильное отношение с ним вот отсюда уже будут решаться этические вопросы надо найти единство и суметь объяснить мир исходя из этого единства вот это достижение которое позволило бы обеспечить дальше коэволюцию этих разных разумов и именно поэтому идея ноосферы встает сегодня во главу угла как идея вот этого соработничества коэволюции естественного и искусственного разума и единой родины и не забудем что существует идеологическая роль и вот этого вычислительного разума потому что он способен менять природу способен менять космос и мы останавливались не раз на чем основывается вычислительный разум физически он опирается на активацию субатомной материи тоже ее потенциал который раньше никогда не был вычленен и никогда не ставился по главу угла но это вот его реальность реальность квантовой механики так скажем грубо в общем понять иной разум это значит видеть и эту работу тоже ну и по сути вот я поставил вопрос о том что тот разум представление разума который мы имели с путешествием иного разума разрушен и те обоснования которые работали в тех контекстах не работают больше и задача стоит снова обоснование начал и на мой взгляд вот то что единство это все таки существует заложено в парадигме интеллекта новая парадигма носит название интеллекта который может искусственным и быть естественным но можем ли мы предложить концепцию интеллекта который бы обеспечила единство картины мира вот мы последнему блоку вступаем уже недалеко до завершения ну немножко снова классики картины мира в классических философских построениях определялась постулатами творений и понятиями бытия и этого было достаточно для вот метафизика для классического мира созерстания в отличие от них философские построения новейшего времени они практически уже не нуждались в основании начал вот после Канта и Гегеля ничего такое уже было не нужно и ну по сути дела и философия не очень-то и нужна все рассуждения и построения исходили из фактичности мира из научной картины мира считалось что она достаточно но в условиях разлома разума этого недостаточно потому что и научная картина мира конечно же зашаталась необходимо снова вернуться к истокам и положить то начало которое могло бы обеспечить целостность картины мира я здесь сам конечно от себя ничего предложить не могу но мне кажется вот среди философских доктрин которые вот на этих разломах возникали в 20 веке есть та на которую можно и вот в частности такую попытку начал для этого новой постановки вопроса предпринял Никлас Луман социолог который по большому счету является философом с большой буквы и он и тоже писал о философских основаниях общей картины мира на мой взгляд вот эти воззрения вполне ложатся на обоснование единой парадигмы интеллекта ну и все же почему существующие подходы несостоятельны вот этом на мой взгляд очень важно обозначить потому что для цифровой эпохи я не нахожу удовлетворительного философского мировоззрительного обоснования то есть все вот эти новые процессы цифровые общества четвертая промышленная революция искусственный интеллект они фиксируются как феномены но разъясняется в тех же понятиях что индустриальная эпоха условно говоря терминами Диамата Канта там может быть Вингенштейна и это все равно что описывать космос словарем зоопарка то есть совершенно не охватывает суть процесса а что требуется чтобы понять ту картину мира которая несет в себе доминацию числа цифры которая является триггером цифровой эпохи цивилизации что тут важно на мой взгляд обоснование ее начал должно быть конгениально вычислительного разума то есть оно действительно должно быть понятным и совпадать с теми процессами которые там ключевыми являются ключевыми для вычислительного разума но и для нас тоже соответственно эволюция вычислительного разума должна быть и логична и понятна то есть эта картина мира должна опираться на диалог разума она должна быть коммуникативной и вот такой философии коммуникации на сегодня нет есть только попытки я бы среди них выделил направление лингвистической философии вид генштейн и прочее но они недостаточные потому что касается языка тут наверное неопозитивизм с его построением искусственных языков все это близко но все это картины среднего теории среднего уровня дискурсивная теория Юргена Хабермаса Карла Отта Апеля тоже теория о коммуникации и я бы здесь поставил в этот ряд и наших отечественных мыслителей Михаила Бахтина его школу в частности Библера про диалогику диалог культур но в этой школе эту школу я назвал ее герментифической маевтикой то есть они говорят о логике диалога но этот диалог не выходит за пределы культурологии наверное много еще подобных коммуникативных концепций назвать но наверное самой близкой к этому была бы кибернетика информатика Клода Шеннона и Норверта Виннера вот в этой теории действительно узнаваемы характерные черты цифровой цивилизации здесь речь идет о коммуникации о цифровых структурах о лингвистических формах о кодах о сигналах и если мы представим себя машиной то это было это есть было бы наше описание мира нам было бы здесь понятно но вот эти теории формулируют только постулаты теории кибернетических систем и они относятся к так называемым теориями среднего уровня как я сказал а нам нужна теория первого то есть наиболее высшего уровня метатеория которая бы обосновывала начало вот на мой взгляд основание такой теории можно найти у Никласа Лумана в любом случае на ее основе ее ценность в том то в ее логике построения развитие происходит не от качественных категорий количественных как у Гегеля наоборот например а наоборот то есть не от бытия к числу а от числа к бытию вот такого практически мы в истории философии не встречаем и как завершение конечно ключевая категория такой философии в понятии коммуникации то мы и находим у Лумана я не буду излагать его учение и очень развернуто и очень сложно но вот как раз кратко о тех началах сути в целом я это уже воспроизводил я повторю в его учении начало-начал это наблюдение и при этом наблюдение оно описывает то что наблюдается но оно и создает то что наблюдается в его первичном коммуникативном акте и таким образом вот это абстрактное наблюдение оно и превращает мир смысл и смысл превращает в мир То есть оно и описывает, и создает. Далее. Исходный акт, соответственно, у Лумана – это полагание различия. То есть различение. При этом происходит утверждение чего-то и отрицание чего-то. То есть та самая двояка, о которой мы говорили. Это начальный рекурсивный акт. И эволюция мира происходит через воспроизводство этих рекурсивных актов, через усложнение коммуникации, в конце концов, через комплексность описания. Это у Лумана выражается в понятии символической генерализации, творение мира символическим образом. Соответственно, структурность мира утверждается через бинарные операции. В основе которых рекурсивных акт. Это все выливается в бинарный код. В каждом акте, например, как истина и ложь, всегда будут две стороны. Мир – это комплексность, составленная из-за вот этих, каким-то подобным бинарным кодом. Мир динамичен, поскольку опирается на процессирование различий, творение смысла через акты полагания и отрицания. То есть мир – это калькуляция, это процесс постоянных сиекций, постоянного создания сложности. Ну, эти черты звучат очень умозрительно. В них тоже, скорее, больше оккультизма, чем реальной теории. Но для этого нужно читать более обширные изложения. Но главное, что вы здесь увидите, здесь понятия, которые действительно конгениальны вычислительному миру. Тут бинарный код, символическая генерализация, рекурсивный акт, отрицание, утверждение. Здесь угадывается и булевая алгебра, и двоичная система исчисления, и построение дальше программируемых языков. В общем, все, что мы имеем, все это богатство, которое мы имеем во всех этих вычислительных делах. И сама по себе теория Лумана, она принадлежит направлению системного функционализма. Существует несколько представителей этого школы, этой школы, его понятие автопоэзии, структурное соответствие, системность, медиаформа, принадлежит к кубуляру этой теории. Но главное все-таки, что основные положения теории идеально ложатся на постулаты информатики. Исчисление, код, коммуникацию. То есть в теории Лумана разум, который способен к такому исчислению, не будет себя чувствовать ни человеческим, ни нечеловеческим. Он будет единым. И что интересно, как вы видите, что в теории Лумана, если там упороетесь, то вы не найдете обоснования числа. Вот казалось бы, что в теории цифровой эпохи в основе должно лежать число. Для Лумана число – это просто символ языка. Даже язык не играет такой роли, как в лингвистической философии. И дело в том, что исходные постулаты Лумана, они закладывают исчисления. Они математичны по своей природе. То есть ему не нужно ставить число в основании всех началов. В основании своей теории он кладет законы формы Джорджа Спенсера Брауна. В общем, он здесь не особо-то оригинален. Хотя этот вот математик, он не имеет такой славы, как у Лумана. Но суть его законов формы по полаганиям в начале всего развлечения. То есть исчисления одной и другой стороны. У Лумана это получает название самореференции и инореференции. И оттуда пляж, что и вообще, что дальше. В начале всего лежит не ничто и не что-то. В начале лежит развлечение. Через полагание развлечения формируется пространство, время и развлечение первично и для пространственной геометрии, и для числовой математики. Ну и система является единством самореференции и окружения. Это двух начал. И спросим себя, что это как не та античная двоица. Различение это и есть двоица, с которой начинает строить Луман. У Гиггера происходит движение от бытия к небытию. А у Лумана это все-таки входный акт неонтологический. Это акт когнитивный и, соответственно, потом коммуникативный. Ну и вот, что требуется доказать. Луману не требуется понятие числа и цифрового бытия. Его построение теории и есть исчисление, полагающее в основу закона формы и калькуляцию. Итак, я постарался изложить то обыставание, начал, которые нужны для того, чтобы немножко разобраться и найти место и искусственному интеллекту, и естественному. И доказать тезис, что ноосфера это, по сути дела, новая реальность, где встречаются эти разумы. И наша задача обеспечить невстречу и взаимопонимание, а не столкновение и войну. Вот. Ну, наверное, на этом я и завершу. Итак, мой очень длинный монолог вот с какими-то вещами можете познакомиться в этих моих книжках, если интересно. Вот. Буду благодарен за вопросы. Сейчас пойдем по вопросам. полярис не Тарковского, а Станислава Лема. Ну да, я же сказал, в интерпретации фильма Тарковского у самого Лема это вот не настолько звучит, на мой взгляд. Ну, да, может быть, да, Тарковский как сказал, как всегда. Да, о нас, людях, да, ну, это то, что я увидел, как это я увидел. А нас это тоже о разуме, контакте, то они другие, то они другие, то они другие. Это физику сохраняет поэзия. Согласен. Так. Мне кажется, вопросы мы быстро прошли. Ну, действительно, наверное, утомительно, длинно, быстро, в то же время там нудно, но тем не менее, надеюсь, что сами идеи вас немножко приободрили, немножко прибавили понимания и что-то добавили в наш процесс дискуссии об искусственном интеллекте. А я вас также приглашаю 15-го числа на вебинар Вадима, на вебинар, посвященный нашему большому курсу искусственного, применения искусственного интеллекта в образовании, который создает Вадим Курпаков, и он расскажет о большой программе большого курса, как как раз, который затрагивает все практические вопросы, связанные с педиатом, использованием в преподавании и всеми остальными болячками, которые сегодня наиболее остро нас тревожат. Ну, что ж, я вас благодарю за внимание еще раз, коллеги, 5GP не нужно полностью доверять. Ну, да, из моего изложения следует, что это некая эманация искусственного интеллекта, да, и надо полностью понимать границы и тоже использовать как инструмент, более того. Все, спасибо, коллеги, хорошего вам дня, рад был вас видеть и говорить в вашем присутствии. До свидания. субтитры DimaTorzok